МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Члены экспертного совета при Совете безопасности Казахстана обсудили аспекты миграционной и демографической политики страны, передают Интерфакс Казахстан. Участники детально обсудили вопросы оказания научной и экспертной поддержки по повышению эффективности формирования и реализации миграционной и демографической политики Казахстана. Внесены предметные рекомендации по регулированию внешней трудовой миграции, оптимизации внутренних миграционных потоков с учетом экономического развития страны. В Алматы суд запретил участие телеоператоров и фотографов в процессе по делу о ДТП в детском саду, в котором погиб пятилетний ребенок, пишет Костак. Заседание суда перенесено на 13 августа в связи с необходимостью оценки процессуального соглашения между потерпевшими и подсудимыми. Тем не менее, отец одного из пострадавших детей Алмаз Мухаммеджанов заявил о том, что не заключал никаких соглашений с подсудимой. Адвокат подсудимой ходатайствовал о назначении Семченко наказание, не связанного с лишением свободы в связи с имеющимися у подсудимой заболеваниями. Напомним, 20 мая в микро- районе Таугуль-1 внедорожник врезался в площадку у детского сада номер 58. В результате на месте погиб пятилетний ребенок. Еще девять получили различные травмы. Генеральная прокуратура Казахстана рекомендует уполномоченным государственным органам создать специальные подразделения по борьбе с преступлениями против половой неприкосновенности, сообщает Интерфакс Казахстан. Кроме того, рекомендовано обеспечить доступ граждан к сведениям о проживании отбывавших наказание за указанные преступления, а также разработать методику поиска педофилов посредством электронных средств коммуникации, то есть путем отслеживания лиц, постоянно посещающих интернет-страницы с детской порнографией. Наряду с этим прокуроры предложили проводить допрос потерпевших по этим делам психологами, а не следователями или же с обязательным их участием. Генпрокуратурой также рекомендовано законодательно запретить прекращение таких дел в связи с примирением не только по преступлениям в отношении малолетних, но и несовершеннолетних. Экипаж очередной экспедиции на МКС определился с талисманом, который будет сопровождать их в космосе и передает Интерфакс. Индикатором невесомости у нас будет маленький розовый поросенок, заявил командир экипажа российский космонавт Сергей Волков. Он также добавил, что возьмет с собой в полеты и установит у себя в каюте флаг мотоклуба «Ночные волки». Сегодня межведомственная комиссия утвердила составы основного и дублирующего экипажа космического корабля «Союз-ТМА-18М», который отправится к МКС 2 сентября. В состав основного экипажа вошли российские и казахстанские космонавты Сергей Волков и Айдын Аймбетов, а также астронавт Европейского космического агентства Андрес Могинсен. В состав дублирующего экипажа вошли российские космонавты Сергей Прокопьев и Олег Скрипочка и астронавт ЯК Томас Пески. О городских новостях вы узнаете сразу после рекламы, не переключайте. Продолжим выпуск. Жаркие дни не совсем еще покинули октябрь. Текущая неделя ожидается солнечную, ну а в конце недели воздух и вовсе прогреется до плюс 35 градусов. О погоде на неделю нам рассказала Айгуль Саимова, начальник отдела местного КАЗ-гидрометцентра. Эта неделя будет спокойная, в основном без осадков. Температурный фон у нас будет составлять 25-30, местами до 35 градусов тепла, ночью 15-20, местами 10 тепла. Ветер у нас будет в основном северный, северная составляющая, север, северо-запад. Ветер будет слабый, 5-10, порывы 12 метров в секунду. Сегодня с часу дня и до 7 часов вечера водители испытывали некоторые неудобства. Дело в том, что из-за капитального ремонта улица Сау-Барака был перекрыт для движения всех видов автотранспорта и новый мост, ведущий в 11 микрорайон. На ремонт улица Сау-Барака власти выделили 215 миллионов тенге. По Сау-Бараку данный объект, получается, он переходящий у нас. В прошлом году, в 14-м году, в сентябре был начатый капитальный ремонт. Стоимость данного капитального ремонта составляет более 215 миллионов тенге. На сегодняшний день ведутся работы. В ближайшее время ожидается завершение объекта. За последние три года в Октубе отремонтировано 109 улиц, из которых 69 второстепенного значения и 49 не имели прежде асфальтового покрытия. В текущем году продолжились работы по реконструкции рекапремонту дорог на переходящих, а также новых объектах. На эти цели было выделено порядка 3 миллиардов тенге. В настоящее время подрядная организация работает на 25 объектах, как в центре города, так и в других микрорайонах. Большое внимание уделяется улицам, носящим имена Героев Советского Союза – Козенкова, Смирнова, Гуцала и Кутуева, а также второстепенным – Парижской коммуны, Алтай-Батыра, Чапаева, Жермагамбетова, Кунаева. Все работы планируется завершить в текущем году. На территории области долгое время орудовала преступная группировка, которая занималась кражей скота. На днях сотрудники криминальной полиции задержали скотокрадов. На их счету оказалось 7 краж, совершенных на территории Кабдинского и Алгинского районов. Была задержана группа, которая занималась кражей крупнорогатого скота. В нее входили 23, 25 и 26-летние жители области. 28 июля при совершении крупнорогатого скота в Кабдинском районе эта группа была задержана. Подозреваемые пытались скрыться на автомашине марки ВАЗ, однако в результате решительных действий полицейских они были остановлены. При обыске в салоне автомашины была обнаружена туша разделанного скота. В виде вещественных доказательств также были обнаружены тачилы, ножи. По данным полиции, задержанные дали признательные показания по 7 эпизодам, совершенным на территории Кабдинского и Алгинского районов. В настоящее время они взяты под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье 188 Уголовного кодекса Республики Казахстан. С 10 по 15 августа осуществляется прием документов по линии «Жилье для молодых семей» в рамках государственной программы «Доступное жилье 2020». Прием граждан ведется на базе школы номер 8 по улице Кунаева. Подробнее об этом в материале Айшат Ибрагимовой. В этом году по линии «Жилье для молодых семей» квартиры получат 234 семейства. За предыдущие два года жилье уже получили 432 семьи. Дом, в котором актюбинцы получат квартиры, достроят в декабре этого года, а в эксплуатацию его ведут уже в следующем. Все квартиры, полученные гражданами по этой линии, находятся в новом микрорайоне Нур-Актубе. В этом году, как и в предыдущих, действует бальная система. За первого ребенка начисляется 20 баллов, за второе и последующее дополнительно начисляется 30 баллов. Если, к сожалению, есть член семьи, которые с ограниченными возможностями, то есть инвалид, то начисляется дополнительно 10 баллов. Если заявители относятся к категории сирот, то дополнительно этой семье начисляется 10 баллов. Вот такая бальная система, согласно бальной системе, и принимается, в дальнейшем будут подсчитываться работы. Главным условием для получения жилья является то, что молодые люди должны быть в браке не менее двух лет. Возраст каждого из супругов не должен превышать 28 лет. Те граждане, которые набирают наибольшее количество баллов, будут направлены в банк для подтверждения платежеспособности. Услышали, что идет молодая семья. Третий год уже, в этом году услышали. Документы собрали, все. Очередь все нормально идет. Вот сейчас зайдем, думаем, что возьмем. Двухкомнатный дом. Двое детей у нас. Наверное, балл соберется. Мы сдавали документы еще в прошлом году. У нас не хватило баллов. Надеемся, в этом году удастся получить жилье. Здесь нет ажиотажа, все спокойно. Порядки в очереди. Прошло все хорошо, быстро. У меня двое детей. Сдала нормально. Хорошо обслужили. Цена, конечно, 25-30. Минимальная ставка процентов, конечно, хотелось бы. Потому что молодая семья. Живем на одной зарплате. Кто в декретах, например, с детьми сидят. Я уже несколько дней стою в очереди моему супругу 29 лет. Здесь, говорят, мы не проходим по возрасту. Хотя по условиям заявлено до 29 лет. Чтобы не путать народ, им нужно было указать в условиях до 28 лет включительно. Как говорят участники программы, очередь продвигается быстро. В течение пяти минут осуществляется прием документов каждого заявителя. Однако ажиотажа все же не удалось избежать. По словам горожан, люди занимали очередь по списку с ночи. Специалисты отдела ЖКХ уверяют, при распределении квартир будут считать баллы. Но никак не то, кто первым пришел подать заявление. Айшат Ибрагимова, Алексей Уразов, программа «Факт». В эти выходные в российском городе Рязань завершился конкурс летных экипажей «Авиадартс-2015», проходивший в рамках международных армейских игр. Наши летчики заняли в соревнованиях второе общекомандное место. И сегодня экипажи Су-25, Су-27 и МиГ-29 приземлились на оперативном аэродроме «Октубы», откуда после прохождения погранконтроля должны отправиться в свои части. Штурмовики Су-25 приземлятся уже через несколько минут, а встречать их будут как героев. Старшие не скроют уважения, молодые курсанты будут смотреть на только что прибывших призеров международных соревнований «Авиадартс-2015» вообще восхищенно. Воздушная разведка, пилотаж на малой высоте, пуск ракет. Чтобы достичь того результата, который мы имеем сегодня, второе общекомандное место, нашим экипажам нужно было проявить характер и продемонстрировать блестящее мастерство, что в общем-то удалось на славу экипажам Су-25. У кого-то удачнее получается, у кого-то нет. Вот кому-то больше повезет. Вот из-за этого, не знаю, может нам больше повезло. А так все, в принципе, по уровню летчики из других государств, они выше, чем мы. Но мы показали результат хороший. Азат Абдулин – уроженец Байганинского района, выпускник военного института сил воздушной обороны имени Талгата Пегельдинова. Завтра утром он улетит в Шумкент, где несет службу вот уже несколько лет. Вместе с ним на своем истребителе МиГ-29 вернется в южные края еще один воспитанник октябинского ледного Айдар Гаухаров. Участник «Авиадарт-2015» успехами более чем доволен. В истребительной авиации мы заняли второе место. Это для нас и фантастика, но одновременно мы выполняли просто свой долг, я думаю, и не более. В рамках «Авиадарт-2015» пилотам пришлось пройти испытания по целому ряду дисциплин. Физподготовка, теоретические знания, практическая часть, техника пилотирования, прицельность стрельбы – во всем этом считают эксперты. Казахстанские летчики для первого раза проявили себя блестяще. Я считаю, что результаты, которые продемонстрировали летчики военно-воздушных сил, достойны уважения. Ребята выполнили свою работу с честью, практически полностью отдавшись полетам. Результаты, я бы сказал, что даже в некоторых моментах превосходят результаты даже экипажей военно-воздушных сил Российской Федерации. По результатам конкурса будут сделаны выводы. Командиры обещают провести работу по улучшению системы и методики обучения. А если и были ошибки и промахи, то и это скорее опыт, говорят летчики. Асель Кинжалина, Сергей Калашников, программа «Факт». День молодежи в Ак-Тубе отметили торжественными концертами, конкурсами и ставшими невероятно популярными в последние годы флэш-мобами. Так, в минувшую субботу в парке имени первого президента состоялось праздничное мероприятие с участием молодежных вокальных и танцевальных групп. Кроме того, на сцене выступили местные национально-культурные коллективы в честь 20-летия Ассамблеи народа Казахстана. Субботний вечер в Центральном парке имени первого президента стал особенным для посетителей. По случаю Международного дня молодежи здесь выступали местные коллективы, в том числе от национально-культурных объединений. Но больше всего вечер, пожалуй, запомнился невероятно популярными в последние годы флэш-мобами. Это групповые танцы с привлечением как можно большего количества людей. Примечательно, что в них охотнее всего участвовали актюбинские бабушки и дедушки. Сами организаторы отметили, что такие праздничные концерты пройдут во всех районах области. Празднуем сегодняшнее мероприятие Международный день молодежи. Сегодня будут такие концерты, которые сами же активисты в Тюбинской области подготовили. А также будет такой танцевальный флэш-моб, который будет призывать молодежь за здоровый образ жизни, двигаться вперед, чтобы не сидеть на месте. Я думаю, что этот праздник дальше пойдет и по всей области. Если у нас будет начало, то дальше мы, наверное, пустим по району и по области. Зрители развлекали такие известные актюбинские группы, как «Дабл-С» и «Айрон-Сити». Но самые бурные овации сорвал певец Нурбулат Абдулин. Молодой актюбинец по итогам 2014-го признан открытием года. Его музыкальные клипы на казахском языке в ротации на всех отечественных музыкальных каналах. По словам организаторов, целью мероприятия является воспитание у молодежи национального и гражданского самосознания, патриотизма, оказание содействия, развитие молодежных инициатив, а также поддержка талантливой молодежи. Праздничные акции продлятся всю неделю и завершатся галоконцертом 12 августа в Каргалинском районе. Отмирал Майкозов, Алексей Уразов, программа «Факт». На базе спортшколы Олимпийского резерва по футболу сегодня стартовал междугородний турнир среди детей 2006-2007 годов рождения на призы футбольного клуба «Октубе». Участие в нем принимают семь команд, которые в течение предстоящей недели проведут игры по круговому принципу. Призеры первенства будут определены 16 августа в заключительный день соревнований. У нас семь команд участвуют. Две команды футбольного клуба «Октубе» 2006-2007 годов рождения. Две команды футбольного клуба «Гжаик» 2006-2007 года рождения. Областная детская школа Олимпийского резерва выставляет команду. Также участвуют у нас гости детская и юношная футбольная школа «Акжитпес» города Кокчетау и футбольный клуб «Шахтер» города Караганды. Это все новости к данному часу. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова